Музыка Однажды мы уже разбирали армянскую топонимику на именование географических местностей. Если мне не изменяет память, это было года полтора назад. А поговорить об армянской топонимике нас вынудила все та же азербайджанская топорная историческая наука, которая пыталась выставить Армению в качестве западного Азербайджана, ссылаясь на так называемую азербайджанскую топонимику на именование городов Армении, сел, озер, рек, гор и прочих. В той самой лекции я дал четкое опровержение, ссылаясь, как обычно, на факты и независимые источники. Рассказал, что если Сиван и назывался определенное время Гекчаем, то не больше 300 лет, начиная с 16 века, кончая 19. То есть в тот самый промежуток, когда Шах Аббас переселил всех армян из Армении вглубь Персии, а на их место стал заселять тюркскими кочевниками, шиитами, которые и переименовывали на свой лад всю армянскую топонимику региона. В том числе и озеро Сиван. Когда в Азербайджане говорят о Сиване как о Гекчае, то демонстрируют эту карту, изданную в Эдинбурге в 1882 году. И все верно. В этот период он еще назывался Гекчаем. Тем не менее, в другой карте, тоже конца 19 века, озеру стали постепенно придавать прежнее название, так как армяне постепенно начали репатриироваться на историческую родину. А для пущей справедливости, так сказать, до Гекчайской, до 16 века, когда тюркскими шатрами в регионе не пахло, заметим, что озеро называлось Сиваном, Сиванком, Сиванованком, что в переводе с армянского означает Черный монастырь, расположенный близ озера. Называлось оно также и Гегаркуни, что также демонстрирует карта 1723 года ее моделили. Можно также заглянуть в словарь Эфрона и Брокгауза. В их эпоху Сиван назывался уже Гекчаем. Они в своей статье пишут, Гекча в древности Гегаркуни, у армян Сиван. И это касается не только Сивана, но и остальных топонимов и гидронимов Армении. Кто хочет ознакомиться, может посмотреть выпуск, посвященный топонимам Армении. Сегодня мы не будем повторяться и защищаться. Пришло время нападать. Нападать на тех, кто позарится на Армению и ее древнюю топонимику. Но на своей территории, азербайджанской, почти не имеет ни древней, ни средневековой топонимики. Поэтому пройдемся по Азербайджанской республике и посмотрим, что там азербайджанского или, если хотите, тюркского. А заодно и убедимся в том, что народ, говорящий об Армении как об Азербайджане западном, при этом не имеет ничего азербайджанского в своем родном Азербайджане. А если и имеет, то названо в более поздние времена. Итак, топонимы, гидронимы, аронимы и прочие названия географических объектов действительно может на многие вещи пролить свет. Они хорошо подсказывают о коренных народах, населявших в то или иное время регион. И не хуже археологии могут не только рассказать об этом, но и поставить временные отрезки. К примеру, если заглянуть на Россию, то по названиям рек и озер легко можно узреть, откуда начиналась Русь. Чем ближе к Киеву, тем больше славянских наименований. Чем дальше, тем меньше. К примеру, с Поволжья начинаются угорафинские названия, что говорит о том, что аборигенными жителями этих мест являлись народы финоугорской группы. Марийцы, Мар-2, Удмурты, Карелы и прочие. Именно им принадлежат наименования географических объектов, далеких от славянского слуха. Волга, Ладога, Онега, Ваенга, Кондопога и прочие. Где «га» в конце на языке угорафинов означает «вода». Поэтому многие реки и озера России в западной части оканчиваются на «га». Также населенные пункты Кандалакша, Костомухша, Ропша и прочие. Тоже из той же угорафинской серии. Итак, до Урала. Далее, начиная с Восточной Сибири и до Алтая и Саян, мы встречаем тюркские татарские топонимы, гидронимы. Среди них Байкал, Енисей, Алтай, Кзыл, Кошагач, Ак-Довурак, Еткуль и прочие. Еще дальше, на российском Дальнем Востоке, топонимика Тунгуса-Маньчжурских и других народов севера. Демги, Нерингри, Алдан, Тунгор. Ну и Краснодарский край России, который кишит адыгскими названиями от Кубани до всего Черноморского побережья. Разумеется, я имею в виду старейшие названия, не те, которые образовались в годы Российской империи или Советской власти, или какой-либо другой империи. Теперь об Азербайджанской республике, впрочем, о том, с чего мы начали. Давайте заглянем сначала на Абширонский полуостров, где расположена сама столица Азербайджана, город Баку. Вся старейшая топонимика Абширонского полуострова имеет ираноязычные названия, конкретно татские. Таты – это ираноязычный народ и старейшие жители Абширона. Начиная с самого Абширона, который переводится с татского «соленая вода», «аб вода», «широн соленый», и кончая самим Баку, имеющий тоже ираноязычное происхождение, Бат-Кюбе. Что в переводе – «ветреный». Если заглянуть вглубь Абширонского полуострова, то мы увидим массу старейших населенных пунктов, имеющих тоже ираноязычные татские названия. Это «Новхана», что в переводе – «новый дом», «новый особняк». «Гофсаны» – «храм коровы», «гоф корова», «сане» – «храм», «бузавна» – «храм быка», «бузбык», «маштага» – «храм маждаку», «ахурамазди», «мардакян» – «мардак», «мужчина». Далее – «рамана», «загульба», «забрат», «хурдалан», «сурахане», «балахане». Все они основаны в древние времена, имеют ираноязычные названия и несут в себе названия зороастрийских богов, месяцев и прочего. Следующий пласт топонимов Абшуронского полуострова был уже арабским. Ислам с арабским халифатом наложил в регион наименование уже арабского происхождения. В XI-XII веках стали возникать географические объекты Фатмаи, Шубаны, Першаги, Першахи, Мухаммади, Амираджан, Ходжасан, Хокмали, Бина, Шубан и прочие. Тюркские топонимы на территории Абшуронского полуострова, если и есть, то они возникли за последние 200-300 лет. Но их на Абшуронском полуострове очень мало в связи с тем, что тюрки современного Азербайджана, хоть и переселились с севернее Аракса в XV-XVI веках на ПМЖ, до XIX века основной ареал их обитания были Кура-Араксинская низменность и Мугань. Поэтому из азербайджанского на Абшуроне можно сосчитать по пальцам. Это Бюйкшор, Сабунчи, Карачухур, Гюнешли, Кишлы, ну и еще несколько географических объектов, возникших за последние 150-200 лет. И, наконец, в самые поздние времена, уже при Российской империи, советской власти, возникли Монтина, Фиолетова, Разин и так далее. Теперь давайте заглянем на север Азербайджанской республики. Если обратить внимание на старейшие города и населенные пункты этого региона, то не нужно обладать великолепным слухом и лингвистическими способностями, чтобы определить, насколько далеки эти топонимы от тюркизмов и азербайджанизмов в частности. Мингечевир, Мингечаур, Барда, Шамаха, Габала, Гусар, изначально Кусарвац, Губа, изначально Хубота, Щеки, Загатала, Самух, Лагич и так далее. Все эти топонимы образовались задолго до прихода тюрок в регион и имеют происхождение от кавказоязычных народов. Лезгин, ингилойцев, аварцев, табасаранцев, цахурцев и прочих. Как и на Абшеронском полуострове, позже сюда стали проникать названия сначала арабского происхождения, а позже и тюркского. Все они моложе вышеперечисленных населенных пунктов. Среди них Исмайлы, Перкули, Галалты, Ахдаш, Туран, Дюйчай, Огус. Среди всей этой топонимической мозаики расположен славный город Хачмас. Ничего не напоминает? Как сообщает нам русский историк, действенный член Академии наук и государственные деятели России начала 19 века, Петр Григорьевич Будков, в книге «Материалы для новой истории Кавказа» с 1722 по 1803 год, изданный в Санкт-Петербурге в 1869 году. Глава 19, страница 94. Селение наряду с деревней Бебели принадлежало к Мушкурскому округу. Имело армянское население и состояло из 52 дворов. Кстати, материалы Будкова довольно полезны для изучения Кавказа и Закавказья 18-19 века и содержат достаточно много занимательных сведений о регионе. Далее Муганская степь. Она находится к востоку от Карабаха к юго-востоку Куры. Иначе говоря, между Карабахом и Талышскими горами. Здесь замечательные луга и поэтому всегда были излюбленным местом кочевников – курдов и тюрок-шахсевенов, одно из племеней современных азербайджанцев. К примеру, тот же Будков в тех же материалах для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год в главе 19 пишет. Сверх того, кочующие на Муганской степи курды Ишайсевены, зимою приходящие в землю Сальянскую со своими стадами, в 1728 году поддались в подданство России и состояли вонном по 1732 год по уступлении Гелиане Шаху Тахмаспу. Курды живут при реке Араксия на Муганской степи, по которой и зовут их Муганцами. Шахсевены имеют свои жилища вверх по реке Куре. Оба народа были в то время смирны, питались от скотоводства и кочевали в кибитках. Заметьте, оба народа были в то время смирны, питались от скотоводства и кочевали в кибитках. Спрашивается тогда, как они долму готовили без виноградарства. Но мы сейчас не об этом. Итак, старейшая топонимика Мугани, как и сама Мугань или Муган, как ее еще называют, имеет иранские корни. Сюда же входят Ширван, Сальян, Персаат, Сарван, Самадабад, Сабирабад и другие. В поздние времена, с началом эпохи тюрок, кочевников и далее в Российской империи, стали возникать такие топонимы, как и Мишли, Хллы, Баят, от кочевников Баятов, или Саатлы и так далее. Образовалось и русское селение Новотроицкое. Юг Азербайджанской республики – Талышский край, где веками живут по сей день аборигенный народ этой части крохотной земли. Ираноязычный талышский народ в античности назывался Кадусиями. Их ареал простирается по юго-западу Каспия от современной Азербайджанской республики до иранского Ордебиля. Топонимика края на 95% ираноязычная, талышская. Тюркские топонимы пока еще не успели пустить свои корни. А в Российской империи кочевых тюрок, как и оседлых, здесь было в меньшинстве. Видимо, в этом и причина почти полного отсутствия азербайджанских тюркских топонимов. К примеру, в крупнейшем регионе талышском городе Ланконе в 19 веке армян, евреев и русских было куда больше, чем тюрок. И это указано в одном из томов Кавказского календаря 1897 года в статье о Ланконе. Поэтому такие географические объекты края, как Ланкон, или как его еще называют Ленкарань, Масалы, по названию древнего иранского племени масалов, Астара, Лерик, Чайрут, Сиов, Бради, Чайрут, Бобла, Пинсар, Арчиван, Геркан, несут в себе исключительно ираноязычные топонимы. Исключение составляет лишь Ярдемлы, имеющий тюркский топоним, в связи с тем, что, исходя из данных того же Кавказского календаря, но уже на 1915 год, в селении Ярдемлю Ленкаранского уезда Бакинской губернии проживало 145 человек, в основном азербайджанцы, указанных в календаре как татары. Также Козылогач и Балочеклар, возникшие уже при советской власти в Азербайджанской ССР и имеющие тюркскую составляющую топонимики. Что ж, перенесемся в азербайджанский анклав Нахичевань. Лично я люблю этот край по той причине, что он показательный пример того, как Азербайджан истребляет всю армянскую топонимику, разменивая ее на тюркскую азербайджанскую. Нахичевань – бесспорная часть исторической Армении. Мы не раз приводили исторические карты и не липовые, как это делают в Азербайджане. К тому же немецкий профессор Макс Фасмер в этимологическом словаре находит топоним Нахичевани от древнеармянского Нахиджаван, местечко Наха. Возможно, имеется в виду Ной, ковчег которого остановился недалеко от этого края. Также об армянском корне края и его принадлежности Армении говорит иудейский историк I века Иосиф Флавий. В качестве места высадки Нойва ковчега упоминает топоним Апоботерион, что грамматический буквальный перевод армянского Нахиджаван. Означает место высадки и идентифицируется с Нахичевань. Флавий сообщает также об этническом составе края. Через семь дней Нойвыпустил с той же целью голубя. Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место армяне называют местом высадки. И до сих пор еще туземцы показывают там остатки, сохранившиеся от ковчега. Об армянском Нахичеване сообщают также немецкий филолог Хюбшман, русский географ Поспелов и многие другие. И это все исключая армянские источники. И хочу напомнить, Нахичевань был передан Азербайджанской ССР в качестве автономной республики в 1921 году. Однако массово регион стали проникать тюрки с 13 века. Как пишут ряд источников, в частности энциклопедия Ираника в статье Армения и Иран. Пока лишь только проникать. С переселением армян вглубь Персии армян Нахичевани почти не осталось. Репатриация началась уже по Туркманчайскому трактату 1828 года, когда армяне снова стали возвращаться на свою историческую родину в родные края. Но уже в качестве подданных Российской империи. Сегодня, кроме самого топонима Нахичевань, в самой автономной республике, не осталось ни одного армянского топонима. Однако, если обратиться к современным тюркским топонимам края, то можно убедиться, что названия эти возникли аккуратнее позднее 300 лет назад, когда тюркские племена стали оседать и называть географические объекты на свой слух и лад. Переименования были и в советский период. Тоже немало. Тоже и с Карабахом. Если бы регион не спасли армянские меликства, Российская империя и в определенном смысле СССР, Советский Союз хоть и передал Карабах Азербайджанской ССР, однако, надо отдать должное, не переселял армянское население Карабаха в Армянскую ССР. Это обстоятельство и сохранило ряд армянских топонимов, как и само население, и наименования армянские, такие как Мартакерт, Мартуни, Тертер, Бердзор, Беркадзор, Гиши, Мушкопат, Вазгенашен, Амарас, Тагаварт, Ганзасар, Чартар, Варанда, Бердзор и прочее. Их можно бесконечно просто перечислять. Все остальные населенные пункты, имеющие иранские, тюркские и смешанные ирано-тюркские наименования, возникли позже, позже армянских. По той же схеме пластов, первое армянский пласт, второе иранский пласт, третье тюркский и тюрко-иранский пласт, смешанный, как я его называю, и четвертый российский советский пласт, в качестве позднего уже. Например, само название Карабах, смешанное, тюрко-иранское, черный сад, стало появляться с 16 века взамен армянскому Арцах, в эпоху, когда в регион вошли туркменские государства Аккоинлу и Каракоинлу. Эти государства в истории принято называть туркоманскими, так как династии их правителей и большая часть армии были из Средней Азии. В Азербайджане неохотно об этом говорят, так как к туркменам они относятся пренебрежительно в качестве второсортных людей. Зато их империи с удовольствием приписывают себе. В частности, они утверждают, что туркмены и туркоманы разные народы. Но это не так. Во-первых, и те, и другие одного угудского племени. Во-вторых, это иллюзия слов. Туркоман и есть туркмен. Только тюркмен это на тюркских языках, а туркоман латинизированная форма туркмена. Итак, с этим самым тюрко-иранским топонимическим пластом в Карабахе вместе с самим названием Карабах стал возникать с 16 века весь остальной этот смешанный пласт тюрко-иранский. Отсюда и далее название Шуши, Физули, Аскеран, Агдам, Кармазыбазар и прочее. Последний, четвертый пласт, кстати, я думаю, что Кармазыбазар, Красный Базар, скорее всего, сложился именно в четвертом пласте уже в советский период. Это российско-советский. Это уже 19-20 века, когда некоторым населенным пунктам Карабаха стали давать русские названия или по именам советских деятелей, коммунистов. Например, село Куропаткино, основанное в 19 веке и населенное русскими, исключительно русскими. Или Шаумяновский район, названный уже в советские годы в честь лидера закавказских пролетариев Степана Шаумяна. Кстати, надо заметить, что этого пролетария полюбили в Карабахе дважды почему-то, учитывая, что район назвали в честь его фамилии, а в качестве столицы Нагорного Карабаха использовали имя Степан. Так и стал называться город Степанакерт. Правда, сами азербайджанцы вспомнили, что до того, как Степанакерт стал Степанакертом, город назывался Ханкенди. Поселение Хана в переводе. Однако, для пущей справедливости, мы напомним азербайджанцам, что до того, как Ханкенди с 1847 года стал Ханкенди, город назывался с V века армянским Варараком. Об этом пишут и ряд армянских древних и средневековых летописцев, и иностранные авторы. Например, профессор университета Чикаго Роберт Ньюсон в книге «Армения. Исторический атлас». Или в британской книге «Кавказский узел». Вот такими пластами и накладывались географические объекты тех, кто бессовестно называет Армению западным Азербайджаном, говоря, что, мол, армяне переименовали азербайджанские топонимы, но при этом в своей стране эти самые азербайджанские топонимы, так называемые, возникли много позже, чем сама Армения и армянский народ. И много позже сотен иранских, албанских, арабских, тех же армянских и прочих топонимов в Азербайджане. Армяне лишь возвращали своим населенным пунктам прежние названия, чего совершенно справедливо. Или кому-то хотелось бы, чтобы древний Эчмиадзин назывался Учки-Лисой. Вот если бы армяне Учки-Лису называли Эчмиадзином, то можно было бы говорить о бессовестных армянах. У армянского народа, народа книги и хорошей памяти нет нужды переименовывать старинные города, реки, озера, даже если что-то не по-армянски в них. Хранят они названия как память. И нет у армян животной ненависти к туркам и азербайджанцам, как те хотят представить другим этих самых армян. И доказательством тому служат те же топонимы на территории современной Армении, имеющие тюркские и мусульманские корни. Например, Алаверди или Ахтала, Маралийк, Далар, Байандур, Шамлух, Софулу. Посмотрите, сколько их до сих пор в республике Армения. Да хотя бы тот же второй по численности город в Армении Гюмри, этимология которого от арабского джюмрук, заимствованное турками в качестве гюмрюк, таможня. Так турки прозвали армянский город Кумайри, который и на слух турецкий ложился как гюмрюк. И находился город на стыке Османской и Российской империи. Поэтому и таможня. Я, конечно, люблю Аршин Малалан, но не мерьте армян своим Аршином.